Когда ты последний раз видела Путина? Не помню. Какие-то же были последние, наверное, торжественные мероприятия? Государственная премия, наверное. Это когда было? Я не помню. Окей, я посмотрю. Ты погугли, пожалуйста. В 16-м? Как это было? Как была государственная премия? Почему ты согласен с этим принять? В 16-м? Не может быть в 16-м. Сейчас я проверю. Потому что в 18-м меня выдвигали еще раз. Это тоже было... Это следующий анекдот. В 14-м? В 14-м, да. Вот что-то там с отказами, с чем-то был уже такой... Ну, как бы такой уже блок стоял. А отказ от государственной премии – это уже прям сильный такой поступок. Это уже война. Это уже фронта. Это уже как бы... Поэтому подумала... Ну, и мы в фонде все подумали. А мы эти деньги... А я эти деньги... А перечислю в фонд. И сегодняшние чудовищные, просто страшные, трагичные дни, когда идет война, и... И сейчас, извините, и... Сейчас, простите. И на Украине происходит это... Зачем-то, и в России тоже происходит трагедия. И понятно, что все силы, и все наши мысли, и все наши... Все наши чаяния, все наши надежды связаны с тем, чтобы поскорее закончилась эта война, и Украина восстановилась. Добрый день, друзья и недруги. Здесь Чулпан Хаматова, по-моему, наступила на минное поле. Прослушайте еще раз, если пропустили. Она сказала «на Украине». На Украине. О, это серьезно. Это очень серьезно. Я помню, что... Лет 10 назад я беседовал в студии проект «Правда-24» с видным украинским рок-музыкантом. Олег Скрипка есть такой. Тот, который потом выступал за то, чтобы создавались гетто для тех граждан Украины, которые не хотят осваивать украинскую мову. И вот там, во время этой беседы, еще раз повторю, это было до крымских событий, до вот этого всего обострения, поэтому мы там говорили про шоу-бизнес, съели сало прямо в студии, в прямом эфире. Ну, так песня совсем не о том. В одной из фраз мой собеседник сказал «в Украине». В Украине. Ну, как положено, собственно, поскольку по-русски, в русском языке это норма. Говорить на Украине, на Кубане, на Урале, на Кубе. При этом в Сибири, в Англии, хотя Англия тоже остров, как Кубан. Ну, неважно. Это вот эта традиция, это пока действующая норма русского языка. Опять же, песня совсем не о том. Вот Алексей Рибко сказал «в Украине» и Шарий, ну, известный блогер, вы знаете, тот самый, который сейчас бодрается с Кристиной Попотопчиком. Он просто в одном из выпусков очень оттоптался по этому поводу. Обратил внимание на то, что Олег Рибко сказал «в Украине» и какие из этого следует делать выводы. Поэтому, еще раз, Чулпан Хаватова, по-моему, наступила на тонкий лед. На минное поле наступила Чулпан Хаватова. Кстати, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали какими-то сельсход с продуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астратизму. Почему такая разница к подходам? Чем вот вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине – это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация, и какая-то власть себе какие-то там очки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит, у них какой-то стратегический план, потому что, когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, где, ну, там, не у нас это происходит, ну, страшные вещи, я быстро напомню и забудем, это теракты, и всегда есть, ну, как бы производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну, мы выживем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди, как бы, популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Да, ну, они хорошие люди, но могли бы в Тернопле спеть на украинском языке, или, по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на русском? Нет, у них нету, но могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, Кобзон сам Бог велел. Ну, да, и сразу всем приятно, и, естественно, людям это очень нравится, потому что это, ну, это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и, ну, и не поёт на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды, потому что оно, как бы, надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». На лёд приглашаются Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! Анастасия с Антоном получили высокие оценки, но всё-таки не смогли потеснить лидеров. А лидерами являются, напомню, Алиса Гребенщикова, Алексей Тихонов. И шанс выйти на первое место предоставляется теперь Чулпан Хаматовой и Роману Костомарову. Ирландский танец! Ирландский танец! Ирландский танец! Ирландский танец! Ирландский танец! КОНЕЦ Вот я сказал о том, что участие Анастасии Волочковой в нашем проекте – настоящее событие. А разве не событие, а участие в проекте Чулпан Хаматовой? Вы знаете, и фигуристов, и тренера Ильи Авербута я хочу поблагодарить за смелость. Очень сложный танец с технической точки зрения, насыщенный весьма непростыми шагами. Но фигуристы и тренеры не побоялись, рискнули выступить именно с таким танцем и, как мне кажется, преуспели в своем этом начинании. Мне представляется, что этим танцем Чулпан и Роман делают весьма серьезную заявку на лидерство. Хотя, опять же, за судей говорить не берусь. Ну что? Не старалась. Молодец, молодец. Все, что сделала? Не старалась. Сделала, сделала. Сам тебе покажите. Ну, чуть-чуть, чуть-чуточку за, где я недоступен. Это оценки за технику. 6-0! 6-0! 6-0! 6-0! 6-0! Средний балл. 6 целых баллов. Оценки за артистизм. 6-0! 6-0! 6-0, 6-0, 6-0! Средний балл 6 баллов. И получающая сумма 12 баллов!